В 1935 году по инициативе товарища Сталина положено начало больших работ по благоустройству Одессы. КОНЕЦ 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 В 1794 году испанец родом и адмирал русской службы Йосип Дерибас заложил город и порт Одессу. Французы Ришелье и Лонжерон были первыми ее губернаторами. Швейцарец Деволан первым архитектором. По его планам, по планам итальянских и французских архитекторов, беглые крепостные, пришедшие в Одессу за вольной жизнью, построили на месте турецкой деревушки самый европейский из прежних русских городов. Они создали просторные, прямые, как стрела улицы Одессы, ее романтические дома над обрывами, дворики с фонтанами, плющом и балконами. КОНЕЦ 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 Солнце юга горит над зданиями, соединяющими гармонию линий с монументальностью. Несравненно планировка и перспектива улиц, обсаженных акациями и платанами. КОНЕЦ Сто тридцать лет тому назад и сегодня на площади десятилетия Красной Армии. КОНЕЦ КОНЕЦ Улица Ла Саля, в прошлом Дерибасовская. КОНЕЦ Небо Венеции напоминает бывшая биржа, построенная архитектором Бернардаци. ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ Научная библиотека ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТОР СПОКОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЫ КОНЕЦ 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 Многочисленные раны, нанесенные городу бывшими хозяевами и гражданской войной. Раны еще не залеченные. От спекулятивной буржуазии, от продавцов воздуха, завсегдатые в кафе Фанкони, мы получили разоренные окраины, бездорожья, сборище толкучки. Бандитизм свил родовое гнездо на Молдаванке и прославил ее двусмысленной славой. В советские годы вода и зелень двинулись в рабочие районы. Выжженные пустыри стали садами. На месте молдаванских трущоб выросло много новых заводов, пионерский парк, водная станция. На месте свалки и пустырей лонжерона создан парк культуры и отдыха. КОНЕЦ Одесса отдана молодости и науке. Она насчитывает два десятка высших учебных заведений. Среди них Краснознаменный Медин, Университет, Институт инженера водного транспорта. Всей стране известны работы ее исследовательских учреждений. Опыты возвращения зрения заслуженного деятеля науки профессора Филатова Парусник Таваль – плавучий университет Одесского мортехникума. В числе его подвигов – кругосветное плавание. Комсомольское племя пересекает моря под романтическими парусами. В далеких походах узнает оно науку капитана. В 1997 году – начало одесской промышленности. Не отличаясь излишней воинственностью, капитан построил фабрику пудры. За ней последовали два винно-водочных завода и фабрика сальных свечей. Характер второстепенного ширпотреба отличал дореволюционную промышленность Одессы. В наши годы, годы пятилеток, 120 тысяч индустриальных рабочих превращают Одессу в центр крупной социалистической промышленности. На новых реконструированных заводах вырабатываются тракторные плуги и части, сельскохозяйственные машины, мощные подъемные краны, болтонарезные и свердильные станки, возившиеся раньше из-за границы. Одесса – морские ворота советской страны. Порт мирового значения. Из Лондона, Владивостока, Сингапура приходят в Одессу корабли. Сотни тысяч пассажиров направляются отсюда в порты Черного и Средиземного морей. КОНЕЦ 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 Мира, 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 мира! Мира, мира, мира! В годы войны и блокады шумная и разноязычная жизнь порта замерла. Она возродилась под флагом Советов. С невиданной быстротой растет тоннаж и техническая оснащенность Советского торгового флота. Растут отряды молодых советских моряков. В Одессе было погружено оборудование для текстильного комбината в Турции. Первый выход тяжелой нашей индустрии на международную арену. Регулярные рейсы связывают Одесский порт с Турцией, Италией, Марселем, Лондоном, странами Ближнего и Дальнего Востока. Гиганты пароходы под флагами всех стран регулярно доставляют в Одессу, Южную Пальмиру Советского Союза группы туристов. Турцией, Италия, Марселем, странами Ближнего и Дальнего Востока. С Новым годом. КОНЕЦ 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 Одесса отдана молодости и здоровью. Сто пятьдесят тысяч трудящихся ежегодно заполняют приморские дворцы. Санаторий имени Кагановича, Лиманы Куяльницкой-Хаджибеевской, Лермонтовский курорт, Туберкулезный санаторий, Санаторий имени Дзержинского, По разнообразию лечебных средств, По совершенству оборудования, Одесские курорты занимают одно из первых мест союзников. Ребята, я предлагаю послать благодарность городсовету. Наша площадка самая лучшая. Правильно? В других странах этого нету, А только у нас в Советском Союзе. Мы хорошо проводим лето в пионерских лагерях И детские санатории. Мы много гуляем, Купаемся в море, Играем в разные игры, Спеем на чистом воздухе И занимаемся физкультурой. КОНЕЦ Мы отдохнём, станем все здоровы и будем хорошо учиться. Правильно? 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 Вот и всё. Жёны детей, теперь новые песни гремят над столетними ступенями. КОНЕЦ Правильно? 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 Правильно?! Оно! Правильно! Победаем, друзья! КОНЕЦ 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 Но поздно, тихо спит Одесса, И бездыханной тепла немая ночь Луна взошла, прозрачно-легкая завеса Объемлит небо, все молчит, Лишь море черное шумит. Редактор субтитров А.Семкин